А это из дерева сделано типа сердце, это мой парень сделал мне, он рабочий со мной ходил маршруты. И вот он сделал такое сердце, он его долго точил, полировал, оно такое приятное. Его когда в руки берешь, какое-то такое, ну, интересная энергия какая-то от него живая. Тут как, не знаю, тут молодость, а тут старость. То есть получается он его немножко обуглил так, по-моему даже, ну, я не знаю, у нас были газовые баллоны и примус, вот примусом. Вот, у нас была печка тоже постоянно, боролись с этой печкой, не топилась никогда. Приходилось применять рубероид, который хорошо горит. В палатке тепло, вот, нары постоянно у нас были. У нас было очень много в этом году ветров. На каждом лагере был очень сильный ветер и сносило все палатки. У нас был такой случай, что даже вот палатки все лежат, все порваны палатки, а наша палатка, которая, ну, Станей, она смотрела в сторону, ну, в сторону гор. Мы вечно говорили нам, пожалуйста, с входом на горы, ну, выход на горы. Вот, и у нас палатка осталась целая, хотя там упал весь каркас палаточный и не порвал нам палатку. Ну, это нас спасло. Вот. Ну, красивые были маршруты, очень, очень было интересно каждый день делиться, а что у вас было в маршруте, а что у вас. Дядя Вова у нас постоянно гонял за дровами, но особенно парней ругался, так, вроде как по-свойски. Дров было тоже проблемно найти, потому что бирюзового леса не было, он был только кедрач. Шишек в этом году тоже не было, все звери позабирали их у нас. Медведи ходили очень много у нас в этом году. А черемшу вообще собираете? Черемшу собираем, но тут ее не было уже, по-моему, на этом месте не было, на севере как-то, может быть, она раньше отходит, не знаю. Была морожка, ягода такая вкусная, она такая низко растет, похожа немного даже на малину, но она, когда не спелая, она красная, а когда спелая, она по цвету облепихи такой вот немного. Очень вкусная ягода, много озер видели. Было вот у нас на Лоховитовой яме, озеро такое, там двойное озеро. Оно было каменистое такое, а основное они все такие очень трясинистые, как болото. Даже видели недавно, вот ехали в поселок Красный, у нас был маршрут, это были последние маршруты, недалеко. Видели медведя плавающего в озере. Вот это вот был кадр бы, наверное, жалко, фотоаппарат только был в вездеходе. Ну и много уток было очень, были черные утки, я не знаю, как они называются, но они летали очень. У нас патронов не было, к сожалению, так бы, может быть, и на ужин у нас была утка. Наверное, надо быть таким человеком, чтобы, ну не знаю, я вот уже не первый раз, у меня вот практика была тоже с Таней. Так получилось, что мы с Таней вместе работали, я была ее рабочим в 2008 году на ручье звонком. Мы ходили маршруты, приличные маршруты ходили, уставали очень сильно, каждый день, чуть не по вечеру возвращались. Вот, и три месяца, где-то 20 июня я туда заехала и уехала 9 октября. И нормально, у меня все родители там были, получается, я даже кота с собой взяла. У меня кот был, он маршрута не ходил, конечно, но он всегда спал в палатке, тепленько было ему. Такие воспоминания тоже, ему очень, видимо, понравилось, щеки наел, птицы там у него, было изобилие пищи. Ну, я не знаю, мне кажется, это надо душой как бы проникнуть, ну не знаю, мне проще в лесу иногда, чем в городе. То есть я могу в лесу сколько угодно быть, главное, чтобы была палатка там, я не знаю. Мне кажется, можно выжить, это не страшно. Просто бывают люди городские, которые могут и в городе, не знаю. Меня просто родители постоянно куда-то таскали в детстве, там мама тоже. У меня мама раньше туризмом занималась, я тоже. Мне кажется, кто занимается туризмом, тому геологам быть не помеха. У меня подруга тоже геолог, мы вместе учили с ней, Наташа Хохлова. Вот она тоже. Постоянно куда-то пойдем, там в походы, там на какой-нибудь вулкан, там или просто проехать 10 километров на пешеходных, ну этих, на лыжах. Забыла, как называются лыжи. Пластиковые. Вот. Ну так, в принципе, хорошо, мне нравится. Ну, хотя не знаю сейчас вот что, как дальше будет. Переманивают на другую работу. Переманивают на другую работу.